МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вось и лето пришло, вось и лето пришло. Зайдешь и полететь обратно. А пока лето не скончилось, я, как Магаболи, хочу вам показать розных местин. И сегодня мы ведаемся на Иуевшине. А тут такое чудовное место есть, какое называется Лаздуны. Во, хозяйство, вяли, знаю, рассказывали, сейчас все доведаемся, пойдемте со мной. Лесопедики, мои любименьки, я же уже освоила это вид транспорта. Ой, какая будиня. Вот оно. Филиал Азот Агра, унитарное предприятие Новый двор Агра. Чутка про этот господарок уходит почти в Гродзенской области. Нарешті я донеслася сюди. Не, ну, как я не дошла до такого значного предприемства. Сейчас мы еще доведаемся, расскажем, покажем аккуратненько. Филиал Азот Агра, унитарного сельско-господарчага предприемства Новый двор Агра – одна з буйнейших сельгаз-організацій Беларусі. Яе сельгаз-угоді складаюць 25 195 гектаров. Утымлі купашні – 13 153 гектары. Працуюць у предприемстві 709 чалавек. Широкі коридори, светлые стіны. Ой, цалютка сяна, пазавешвана всякими дипломчиками. Ой, першіе місце. Знову першіе місце у соревновання – это ж доска почета, понимаєте, що областна. Это ж дослужиться ж надо до такого. Ой, ой. Чого тут тільки нема. Люба дорого глянути. Ой, гэта я правильно попала туди, куди надо. Вот хороший конкурс на Юйовщині придумали. Назвається «Верчел по-юйовски». Это по шашлыку. Ось хороше мені нравится. Мож, дегустаторам туди взяли б мене. Я б оцініла все рецепты. Безпредвжата, нормально, адекватно. А гэта дипломчик за уху. Там шашлычок, тут уха. І все першіе місце. Ой, от мені нравится на Юйовщині. Вся кулінарная конкурс організовують. Ой, гэта точно останусь. Дякуючи інвестору, господарка має махчымась повялічвать обйомови творчості, поляпшать матеріально-технічну базу, обновлять машино-тракторны парк. А так, це шо? О-о-о! Сектор кадров! Можна сказати, сектор прыс на барабане. Пойдемте за мною, може найдеме кое містечко. Дякую. Ось нарешті я знайшла той самий отдел кадров, лепшого у Юйовському районі сельскохозпадарчого предприємства. Добрый день. Добрый день. Надія. Марія Станиславовна, інспектор по кадрам. А скажіть, Марія Станиславовна, є у вас вакантні міста? Є. Главний бухгалтер нам нужен, замглавного бухгалтера нам нужен, нормировщик нам нужен. А шо нормировщик делает? Табелечки буде носить, личные дела. Табелечки можу я. Водителі нам нужны, автомобілі. Ага. А скажіть, а таких вот совсем без... Без работы і зарплату получать? Таких у нас вакантній нет. Кто у нас работает, тот получає зарплату. Кто не работает, тот не получає. У нас имеється і жилье. О, да ви шо? Слушайте, тада ви мене помічайте. Я можу щас подійсню. Харашо, харашо. Перший раз у моїм житті мене заинтриговали такою колькостю вакантній. Кім хочеш, але моєю любимою роздарчицю не ту, занята. Ну, хороше місто завжди занято. Вам все самого найлепшого. Шарстя, здоров'я. Думайте, приїжджайте, і жилье даємо, і работа ще вам понравиться. Ой, заинтриговали, заинтриговали. Да, до свидання. Так, ага, туда позже. Ой, ой, экономисты. Щас ми усе по кашіки доведаємся. Дівчата, добрий день. Я дверку прикриваю, щоб не тянула. Ой, 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 не війду. Щоб документи не попортити вам. Ага, ага. Ой, тухи-тухи, добрий день. А, вот я чула таку, таку розмову, да по всій вроді ще не ходить такое, шо ваше предприємство, на ім'ю ще не лепше. Это правда? Правда. А ви не знаєте, скільки зарплата дадуть? 800-700 рублей. А, це добре. Якщо добре будете роботати? Я буду. Я, як штык, ви що, мені головне взяться. Я можу сразу п'ять коров додати двумя руками. У нас робота додати. Дівчата, ви тут коли нас калечите, считайте. Ой, я висунуся. До свидання. Основна спеціалізація господарки – місо-молочне жвелла готовля. Займаються тут так само витворчістю розних сільгас культур – збожжевих і зернебобових, рапсу, бульбы, цукрових бураков. Ой, зновуся на гонору. Ой, ой, бухгалтера, я, щас ми, я даже, а куда мне, да главно, а, 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 ой, сразу до главного бухгалтера отправили. Тоже дівчата знают толк. Ой, токи-токи, добре динь. Моє шире привітання самому головному бухгалтеру. Ой, чи можна я до вас сюди присяду? Ой, комп'ютера модного вашого не задеться. Чим славиться ваша господарка? Так, вот нечто, что такое вот… Усим. Хлопцы хорошие у нас. Я думала, вы со скотиной пошлете. Со скотиной, скотиной, мужик тоже. Мы с вами на одной волне. А шо, а выращиваете што? Усё. Зерновые, картошка, свекла. Ой, а гурка там по-насалатам. На гурка нема. Кто мої выращиваю? На своих. На своих шок. Новый двор Аграх – это 42,9% в творчестве продукции сельской господарки района. У Тымлику 51,5% в творчестве мяса яловичины, 44% в творчестве молока. А сколько коровки дают молочка? Ну, почти в районе самая первая, так сказать, по области, не знаю точно. Где-то там золотая серединка. Золотая серединка. Да это самое доброе. Не туда, не сюда. Главное, не в конце. Вот этот филиал Азот Агра – такое предприемство хорошее. Усим. И они займаются, и всё у них отримовывается. Главное, хлопцы хорошие. Это мне сам главный бухгалтер сказал. А главный бухгалтер же, чтобы мне лгать-то не будет. Я правильно говорю? Я правильно говорю. Пойду познайомлюся мужицким. Дякую. Ой, Лоздунский сельский выканавший комитет. Ой, ой, а что это за пригожой? Ой, метал. Как-то я уже как моему мужику-то сдал бы куда. Ой, а это правда аж чеканка. Это ж такое, я сколько хожу, нигде такого не бачила. Раритет, как в музее можно выставлять. Ой, красотичка, куда податься? Зал брака сочетаний. Ну, это ж, наверное, судьба. Царась ночь. Ой, отшиняна навод. Тарам-та-та-там, тарам-та-та-там, тарам-та-та-там. Я согласна. Аля, мне тут нравится. Стала убрать. Тут, значит, я, тут жених. Тут расписывай, там батьки сядят. Во, во, всё продумано. И главное, недалёко от работы. Тут расписался, там пошёл попрацевал. Во, идеально. А потом бухгалтеры гроши получу, материальную помощь на свадьбу. Ну, я подумаю. Ой, сколько я всего интересного доведалася. Про покажки, про людей, про хлопцев неженатых. Ой, навод на работу запросили. Осталось по летке обглядеть, да коровку какую пошупать. А вот они. Это самые ознакомитые домики, куда меня запрошали жить. Ну, с молодым-то специалистом. Ой, гляньте, как прыгожаешь. Синиме крышами. Господарка местится на территории пяти сельских советов. Тут проживая 7,4 тысячи человек. Працуют 4 учебно-педагогичные комплексы «Дитячий садь» середняя школа. 4 фельдшерска-акушерские пункты. Гандлёвый центр. Районная больница. Ось, у Лоздунах уже башла, как подросла бустинная семья. Уже не одни, а там семейством кучкуются. Ось, и гэта вот поверья о том, что буслы живут только там, где добрые люди, я сама вот переконалась, и всё о нём гэтым. Такие буслики хорошие, аккуратные, солидные, подкормленные. Видать, что люди их любят. Интересно, сколько их деток там? Многодет на семьях, нет? Добрый день, добрый. Ой, ой, мужчина! А что это вы с транспорта выходите? Такого солидного. Добрый день. Здравствуйте. Надея. Эдуард Адеушевич. Ой, Эдуард Адеушевич. А скажите, у вас такая машина? Это для чего она нужна? Такая машина. Я в нашем отделении работаю, в управляющем отделении. А что вы управляете кем? Всем. Всем, что есть на отделении, тем управляю. А что у вас есть тогда? Всё, и крупный рогатый сход, и от корма, и производство. Комбайн, и культиватель. Вы, может, меня проэкскурсируете по вашим проториям? Давайте, пожалуйста, поедем. А мне кто же грузится сюда? Я готова. Заводите, поедем. Эдуард Адеушевич, я вот что-то не поняла. Вы управляющий, а директор же есть у вас? Есть, конечно, у нас директор. Ага. А кто главнее? Управляющийся директор? Конечно, директор. А, директор. Директор Леонник Виктор Иванович. А сколько километров у дерева на этой машине? Я, как начальник участка или управляющий отделения, 150-140 ежедневно наезжаю километров. Теперь я разумею, чему такая солидная машина 150 километров. Это ваши заморские столько не протянут, я правильно говорю? Может, да. А это что? Ой, я нашу, ну ты хочешь зайти, табе? Все, надо выходить, да? А все, даю, даю. Приехали. Ух, ух, поехали. Приехали на поле. Соскочила. Ой, какое хорошее просторное. Работают наши механизаторы, водители. Идет заготовка сенажа, сенажной массы. Для коровок. Для коровок, для телят. Разбираются что-то хлопцы. Важно, что-то. Хлопцы, прилетайте, приехали снимать. Хлопцы, а что это у вас обед? Поели? А сколько обеду, час? Да, час обеда, полчаса. У господарца организовано бесплатное двухразовое харчевание работников, занятых на сих газобъектах. Забеспечена доставка гарачих обедов до места працы. А что вы тут крутите, расскажите? Подводим наждач под ножи. Наждач под ножи? А сколько ваша ласточка может за день скосить? Те она не косит. Что она косит? А что она робит? Убирает траву на сенажную массу. Убирает траву на сенажную массу. Ой, ой. Бусил, бусил. Пучок. Как это ближе подойти погладить эту птушку? Бусил, бусил. Ходить по болотам в червоных ботах. Аля грациозна птушка. Сбегли. Обед закончился, началась движуха. Хлопцы по машинам распобеглись, стали заводить. Надо бусы кого-нибудь прохватить. Ой, мужчина! Мужчина миленький мой. Добрый день вам. Добрый день. А скажите, ласка, это вы тут працуете? Да. Ага. Механизатором? Механизатором. А сколько годов уже давно? 58. А работаю 42. А, с 16-ти годов? Да. Сейчас поглядем, чем кору кормить у этой господарцы. Ой, какая зелененькая, хорошая. Хорошая, сочная. Я б сама такое ела. Разумеется, мы такие привесные покачки. Я б такое ела, сама б набирала. Раз, два, три. Ой, и можно даже на выбор выбрать, какой покататься. Хлопцы, чья ласточка? Мужчина ваша, прокатнете. Ой, я согласна. Я к большому театру. Я дусь. Трогай. Мужчина такие интеллигентные. Посадил, высадил, покатал, обогрел. Правда, казали мужчины хорошие. Ой, одно дело. Только непонятно, женатые, не женатые. А так вот. Пока, бузлики. Я далек поехала. Ну, я готова приехать в буйнейшее предприемство господарское Июшино и не попасть на ферму. Ой, прогожу ли, миленькая моя. Добрый день у вашу хату. Добрый день. Низкий поклон. А вы тут главное, мне сказали. Да. А скажите, сколько у вас тут это вот поголовье? Две тысячи триста. На территории предприемства размещены три молочно-товарные комплексы. Пять молочно-товарных ферм. У Тымлику роботизованная. Пять ферм по утриманию буйной рогатой живелы. А это вы их это сеном кормите, да? Нет, у нас специальный рацион для коров. Сюда входят концентраты, белок, сенаж, силос, сено. Ну, усяго, капска. Да. А можно я дам ей это? Девчата, ешьте, я пробовала вкусно, я на поле ела. Фью, боятся. Ну, что же с вами, я подкину тогда вам поближе. Кушайте, девочки, чтоб молока 10 тонн дали. Будем стараться выполнить задачу президента. Выполненную перед нами. Выполним, выполним, 100%. 8 дитяных садов. Соправда, дятинство коровы. И они тут все разом. Они хлопчики и девочки, потом уже все, подрастут. Шморгендрот. Одних туда, других сюда. Мальчики налево, девочки направо. А тут гуляют, бегают, веселятся. Ой, ничего, я кушу тех, как у людей. Ну, дима. Колька из поголовья Буйнорогатый живелы складает 13 тысяч голов. У тымлеку 3333 коровы молочного напрямку. У структуры товарной вытворчести живелы годовля займает 76%. У тымлеку молоко 51%, мясо 25%. Это ж не просто дети. Это будущее, у всей господарки. Хлопцы, девчата, не подведите. Девчата, как под 10 тысяч. Что им дали? Хлопцы, как привезу дали. Понятно, понятно. Мы же им и договорились. Вот мои знакомые. Там, что они нарихтовали, загрузили, везут сюда. Тут утрамбовываются, это будут коровки есть. Хорошо налажена система, как часики все работает. Начинается самый интересный процесс. Процесс выгрузки. Что значит техника? Ранее люди уручную вилами подкидывали. А сейчас приехал, кнопочку нажал, само сыпется. Вот я гляжу, там уже заложено раз-два. А тут закладывают. А там еще раз-два, три, четыре, пять, шесть. Это сколько надо заложить, как накормить такой великий статок. Ну, конечно, это же 2000 голов. Это же не одну меня прокормить. Какая велька хорошая подушечка. А пахнет. На такую, как сложить да поспать, наевавшей цены не было. А детям поиграться можно. Я такусь, а ты, ой, 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 ой. Ой, мужчина, помоги. Ой, ой, ой. Это белорусский боулинг. Ой, подчекайся. Чуть обратно не поехала. Хорошая штучка, мне нравится. Надо селфи сделать. Буду сучасная модная. У меня же тоже инстаграм я недавно завела, да, да. Но шутерка «Беларусь Гродно». Можно заходить, лайкнуть, буду ждать, если что. Ось, она бульбочка. Другий хлеб для белорусов. Для меня даже первый. Ранее без бульбы это вообще жизнь не жизнь была. А сейчас многие господарки не садят. А у вас же садят. Мы находимся на урочище, назовем Бутрим. Вера, русачки. Площадь 30 гектаров, как я вам говорил. Сорт, скарб. И манифест на отделении. Это посаженная элита. Я думаю, урожайность мы тут загадывать не будем. Но я думаю, 300, 350 центов гектара мы будем иметь картофеля. Какая красотища. Это ж ни одного этого поганого колорадского жука нету. Вообще мне нравится. Это тут не то, что 350, тут все 500 будет урожайность. Вытворчость бульбы, товарной и семенной, один из приоритетных накерунков развития сельгазпортприемства. В 2014 году сдадена эксплуатация бульбасковища в агрогородку Дайлиды, побудованная с применением инновационной системы поднимания микроклимата. Яно различено на надзейное захование 10 тысяч тонн бульбы с восени до весны. Моя любимая простора, вовсихатка, вязковая, джеравенская. Добрый день в вашу хату. А бульбы те садите? Шагин. Садите? А шмат? Нет, я шла уже. Что хотите, я б на вашем месте ничего б не садила, пошла у Кохозина копала. А вот, колхозина. Ну, себе, беру, тяпочку уже пошел копать. 30 актаров, пока у Шерезина копали. Ну, кто там знает. А я чую там нехто косить. Это внуки ваши? Это внуки. Внуки. Молодцы, приезжают, да помогают. Помогают. Да. Какие мудрые люди живут в белорусской вёстцы. Внуков своих балуют, правильно? Да. И на мороженое. А ты взамен приезжают, им допомогают. Да, допомогают. Вот это я, разумею, семья. Все по-семейному, по-своему. Все, треба жить хорошо, а не свалиться. Это правильно. Золотые слова. Да, золотые слова. А зараз песню от вас. За горою колодца, Десту дёмная вода, Слежь зажренькой увязала, Слабый девка молода. До побоченья вам дякую. Низкий поклон. Ой, какая женщина хорошая. Як там бабулечка спевала? И забильная большая Славься белорусская земля. Это ж надо эти слова у кожный колхоз раздать, Как все люди спевали, Да даже у города. Это ж гимн белорусской земли. Самое приметное место. У вас, думаю, калиточку прикрыли в этот костел. Як же не зайти. Добрый день. Надея. Вельми приемно. Ой, какие у вас прихожие костелы. А давно побудованы? Этот костел побудованы в 1904 годе. Это больше столько душе. Так. Ой. И распространяется будова этого костела, И была обудована протягу 6-го года, В 1910 годе он побудованы. Костел святых Симона и Тадеушевы из села Дуни Находится апостол Юда Тадеушев, Який в католическом костеле называются покровителем справ вельми тяжких. За все до люди, которые имеют какие-то справы, туда его звертаются. И в этой образе, паня Надея, я для вас, Кобчасточка нашего костела была в вашем сердце. Ой, дякую. Там Кобчо было только доброе, и не как иначе. Житье кипит, житье не стоит на месте. И все-таки, как ни крути, люди у вездки, ну, крышечку одрозниваются от тех, кто живет в городе. Некие, и они больше открытые, больше ширые, больше душевные, радушные. Одним словом, свои, белорусы. Ой, до побочения, лаздуны, до новых встреч. Я повязково вернусь. Меня наводзвать не надо. Редактор субтитров А.Семкин